Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 13 августа и если погода выдалась хорошая, то урожай будет обязательно богатым. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из фодок гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Специалисты регионального управления Россельхознадзора продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка амбродии полнолистной. За сбором проб в Абазинском районе наблюдал корреспондент Артур Мыхце. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян, и семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаева-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Абазинский район. Сразу за псыжом вдоль автодороги от Черкеска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить ее на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что там амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф пакет, оформляет и отправляем в лабораторию. В пятигорский филиал в НИИКРО. Если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике в рамках всероссийской благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов «Забота» в микрорайоне Московский у Джигутинского района. Гости передали детям спортивный инвентарь и сладкие подарки. Ребята рассказали правоохранителям, как проводят летние каникулы, что нового узнали и чему научились. Офицер группы по военно-политической работе территориального органа майор Николай Морозенко пожелал воспитанникам социального учреждения с пользой провести остаток каникул и хорошо учиться в будущем учебном году. Сегодня наше учреждение посетила Росгвардия и приехала не с пустыми руками, а зная, что впереди замечательные летние каникулы, они привезли мечи, игры развивающие, а также привезли в каждую группу лавочки. То, что было необходимо для того, чтобы детям было удобно переобуваться. Спасибо им за постоянную заботу о наших детях. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы являетесь надежными друзьями наших детей. Мы всегда рады вам и всегда ждем в гости. Желаем вам здоровья, счастья, радости, благополучия. Берегите себя. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 28, плюс 30 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok